Ой-ой-ой, как мы быстро разогнались. Решение приняла. Чё ты пугаешь меня, блядь? И сейчас я такой, ой, как мы медленно останавливаемся, блядь. Пи-ш, блядь. Ну, мне кажется, знаешь, давай ещё немножечко похвалим, а потом Данилу позвоним. И спросим его, чего он скажет. Там уже всегда один и тот же ответ. О, блядь, нахуй её. Не, не трогайте, блядь. Не, если нашли, блядь, мусора моё сдайте, блядь. Семнадцать лет машине, а в чём? Ну, прикинь. Это в ровно столько секунд высоко, ёпта. Это если второй раз. Такая шутка. Почти сотку едем. Ёпт, да, договоримся, там штраф, если всё присылаем, мы это. Да-да-да, если чё. Мы проебёмся. Мы оплачиваем. Штраф, это только жена получает за стороны. Ну, ты девушка, или? Это жена вообще похуй. Да, она не думает. То есть ты нажимаешь и сразу моментально отклик. Если сравнивать с Lada и Vesta и SVA Cross, Артём. На роботе, которая. Да, у меня, блядь, борода на сантиметр вырастает, когда нажимаешь. О, мы попали, тут поезд едет первый раз. А мы с тобой вообще неадекватные, да? Мы видео здесь вот ругаем, а там будем хвалить. Да. А чё? А чё мы? Там же уже отсняли. Нет, там разговор идёт про новые автомобили. Да-да-да, там немножко о другом. Ты тебе вот японские помойки с мастер-летней, блядь. Они же небезопасные, Артём. Конечно. И всё. М-ку отключи. Да всё нормально, не призывай. Ты резину тут не эту. Балуешься. Чё ей будет-то? Один раз, пиздец, вы чё таки агрессивный-то? Один раз вжим-вжим-вжим сделал, блядь, и всё, неужели, блядь. Всё, стабилизация, выкликлик, всё, нахуй. Вторая, это отключение вот этой системы, которая в подторможении будет. Так, а как мы её можем использовать, эту систему, чтобы понять, как она работает? Ну, ближе к машине подъезжай, то есть, допустим, ну, старайся. И она должна написать брейк-брейк-брейк, ну, запикать. То есть, получается. Если ты продолжишь, ну, то есть, накатом иди, то есть, вот сейчас должна идти. Ха-ха. Ну, ладно, мы ещё подстрахованы. Ну, видишь, брейк-брейк. Прикольно. Да, то есть, если ты дальше продолжишь, ну, то есть, приближаться, она прямо стремится. Она начнет тромозить. Она прям тррррр. Улюшнил. Ты пробовала уже, да, видимо? Ну, так получилось немножко. Я погоняла машину. В шашки играла, короче, и она... Я испугалась до безумия. Я ни разу не видела такого. А что из Инстаграма вышло? Да, вахуй. Какой кошмар, как это могло произойти. Нет, так она не станет. Да я уже понял. Так она не станет. Она только на скорости. Посоветовала бы ты девочке такую машину? Посоветовала бы? Ну, если есть муж, который все обслуживает, то да. Блядь, так я бы тогда тоже любую, можно посоветовать. Это не сложно, тогда так и работает. Не, ну как бы я, по крайней мере, я в них не разбираюсь в машинах. То есть стучит он, блин, по-моему, что-то стучит. Для меня вообще ничего не стучит, ничего не брякает. Вообще все нормально. Срочно едет и все. Вот так ты на трех колесах домой приехала с Романом. Ну, можно так сказать. Так и что банально, зайдите, заправь все. Нет, мне будет стыдно. Да мне не стыдно, я просто не знаю, с какой стороны подъехать. Тут муж был в бане, блин. Я каталась с подружкой, смотрю, уже бензо вообще, мне не хватит его забрать. Ну, думаю, блин, надо заехать. Это первый раз, когда я заехала на заправку. Звоню мужу, спрашиваю, где, чего, кого брать, кого, чего доставать, чего говорить, куда заезжать, каким бензом заправляться. Ну, все объяснила, я даже фоточку сделала, что я заезжаю. Собираюсь. Вот, так что все нормально. Я представляю, значит, такая рабочая роба у нее, перчатки. Ну, там, видимо, какой-то сложный процесс. Женщина! Женщина, где шланги, блядь, вот эти вот. Ты когда заправилась такая, I want a rock, rock. И все, и потом ты дизель вымывал, да? Это, да, я достану. А как открыть капот? Ты что, позорничный, не можешь найти, что ли? Я видел, тебе помогла она. Ничего никто не подсказывал мне. Она тебе показала. Ничего никто не было, ничего такого. Это хода, инспарш. Что говоришь? В копилочку хороших добавляется она для меня. Прикольных, интересных. Спасибо, Артел. В копилочку хороших. Я вчера как раз только ледниковый период смотрел, типа. А то я очень красивый, блядь, такой. В копилочку хороших. А чего у меня такой пересвет лютый? Как от него избавиться? Челубея позвать. Хорошая, хорошая. Сейчас твоя учительница русского, бля, ликует просто. История, история, простите. Я вообще узнал только что, что оказывается, Генезис это отдельная теперь история. Ну да, это с 2014 года. Но я-то ехал сюда вообще другую машину снимать. Да, ты что? Я ехал сюда другой Генезис снимать. Снимать Генезис второго поколения, я думал, мы едем. А, да, вот так. А это G70. Вопросы о подготовке к видео отпадают сразу. Сразу, да. Это пушка-гонка, 18-й год. А ты ехал что снимать, Андрей? Он даже не знал. Тебя красивого. Детский. О-о-о-о-о. Да, 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 давай сразу объясним, что, какого хуя происходит вообще с тобой сейчас. Ну, а что, не плохо, что ли? Ты помощником депутата куда-то устроил? Вообще да, я же теперь все в ЗАГСобрании. В ЗАГСобрании? Да, по вопросам видеоблогинга занимаюсь с теми моментами. Понятно. Да, ну, курирую несколько человек, просмотры, госпрограмма. Вот, сейчас вот QR-код делаю, специально будем голосовать за парк, вот. За парк? Да, ну ты идешь, не надо на сберетный участок никуда пиздавать. Приходишь, вот так телефон приложил, все. Да, да, нет, нет. Нет, отлично. Хорошо. Так а что, ну, братан, ну все, купил вещи. Ну, никуда обувь не хватило. Да, нет, на обувь чуть-чуть не хватило. Гнет стаб уже здесь. Да и да, уже гнет стабилизатор. Уже здесь. А он, знаешь что, он же, ну, понял, что все мои вот эти шуточки, да, а он пока ничего сделал, в спортзал пошел. Все говорят, ну, он демонстративно, то есть, подошел, говорит, все, пацаны, я за спортзала. И вот, поэтому шутки. Давайте мотивируем Андрея, вот таким вот его запомним, вот таким его запомним. Ему сказали, что за месяц его сделают человеком, то есть, через месяц тут должен быть кто-то типа Арни. Денис. Если не жрать, парни. О, а там еще, блядь, школа юмора где-то была. Так вот, они, понимаешь, корейцы умные люди. Они по главному российскому двигаются, правила. Зачем придумывать свое, если можно спиздить, правильно? Да, да, да. Ну вот, а они спиздили, купили мотор. Ну и потом тип шел такой, видит Beho 3, говорит, прикольная тачка, давайте такую сделаем. Давайте ее сделаем и сделаем ее в топе на 500 тысяч дешевле, чем Beho. Да, но она не в топе, нет. Вот, короче, самая нищебродская. Для нас там все в топе, а ты панул. Единственное, что, знаешь, как позиционируется данный автомобиль? Как? Премиум спорт седан. Ух ты. Да. Ну, что, как девяносто девятка получается? На шестаре. Мы в спорте? Да, мы в спорте. Да, что? Это такое? А как она, бля, сживается на педаль? Я все буквы забыл. Моментально. Ну. Она вообще не установлена. Да даже я это сзади почувствовал. Ой-ой-ой. Я просто сейчас 500 километров на мамином исте проехал, блядь, 1.3, поэтому, знаешь, как хочется. Ничего себе. А она вообще, типа, ну, до какого километража может продолжать? Да, 180 она набирает вот так же. Да? Да. Ой-ой-ой. Какой звук приятный. Такой с подсвистыванием, да, слегка? В гараж мечты, блядь. А как на ней, типа, мне надо было бы ограничение скорости выставить, потому что я бы всегда ехал 200, мне кажется. Да, ребят, да. Это что за? Нет, она скидывает блоуфом. Нам-то откуда знать такие вещи. Вообще, блоуф, блядь, для меня какой-то фрукт. Серьезно. Пожалуйста, там, маракуйю и блоуф, вот. Я маракуйю-то, я сам даже не знаю, как она выглядит, блядь. Маракуйю для меня, это больше думаю, типа, что делаешь? Да что-то маракуйю сегодня целую. Да, такой. Окей. Ну, знаешь, одежду новую купить можно, блядь, а мозги-то уже пропиты. Это... Дома. 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 Продолжение следует...